Мужеству девушек можно только позавидовать. В бронежилете с автоматом даже стоять тяжело, а они плывут. Мужчины тоже не отстают, лихо прыгают в Тюменское озеро. В такой полной боевой выкладке не плавал никто, ни в России, ни в мире. На фестивале холода зафиксирован рекорд страны. Эстафета, дистанция 25 метров, 20 пловцов. Вы знаете, это уникальное событие и уникальное дважды, потому что оно из редкого разряда рекордов самое первое. То есть рекорд в данном виде невозможно побить. И эти люди войдут в историю навечно. Бронежилет 10 килограммов, автомат больше трех, а еще берцы, одежда. Все это намокает. Итоговый вес 40 килограммов. Плыть в ледяной воде, температуры чуть теплее ноля, сумасшествие. А для тюменских зимних пловцов очередная победа. Тяжеловато. Не просто так плывет. Ну, отлично. Тюмень – негласная столица зимнего плавания. Спортсмены из клуба «Аквайспорт» покоряли воду Антарктики, переплывали с одного ледокола на другой. В общем, делали все то, о чем даже подумать страшно. И холодно. Мы как-то все резко в Тюмени начали заниматься этим зимним плаванием. Умели, не умели, учились. Но потом учиться начали у нас. У Андрея Агаркова много рекордов. Например, один километр в водной акватории Антарктиды он преодолел за 25,5 минут. Но самое главное достижение для него – это вот такие массовые фестивали. Сколько человек, благодаря его усилиям, нашли себе горячо любимое дело – плавать в ледяной воде. Сегодня на озере Чемпионов, как обычно, свежо, то есть тут всегда бодро и весело. Конечно же, впечатляет, потому что каждое такое мероприятие доказывает и показывает, что нет предела совершенству. И самое главное, что действительно энергия холода, она на самом деле такая, прямо знаете, впечатляющая и рабочая. На фестиваль холода приезжают пловцы из разных уголков страны. Но увидеть на водной эстафете флаги южных республик – это удивительно. Даже для фестиваля, где в бронежилетах прыгали в прорубь. Попробовал как-то, не помню, где-то года полтора назад, и все, мне понравилось. Несмотря на то, что я с южных регионов, мне очень нравится зима. И все, что она может дать – катание, вот тоже плавание. Не знаю, мне это все прям близко. Кстати, в такой холодной воде не плавают даже профессиональные военные. Морские котики будут учиться у тюменских спортсменов, среди которых есть курсанты местного военного вуза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...